Если бы он занимался бы вот этим профессионально, снимал бы вайны, скетчи, вел бы какой-то свой блог, а не убивал людей, не мучил людей, мы были бы только рады. Проблема вся в том, что этим занимается человек, наделенный неимоверной властью. Ас-саляму алейкум и рахматуллах. Приветствую вас всех на нашем очередном эфире. Давайте начнем этот эфир с обсуждения скетчей, которые снимает Кадыров. Я не буду вам их здесь показывать. Целиком покажу, просто два стоп-кадра из двух скетчей. Это скетч на тему, как Кадыров заставляет Зеленского подписать капитуляцию. И второй скетч, это как Зеленского приводят к Кадырову. У него, как видите, нос в кокаине, и он просит Кадырова взять его в полк Ахмат. Это настолько несерьезная тема, что я считаю, даже комментировать вот эту тему, я считаю, не своим уровнем. Не говоря о том, чтобы снимать подобное. Вот представьте, я вдруг на себя примерил, плюс там были какие-то предложения, что если снять ответный скетч и так далее. И вот я на себя это примерил и думаю, представляю себя, что я сел, какой-то образ на себя примерил, какого-то актера пригласил в виде Кадырова, допустим. Этот актер отыгрывает извинения или еще что-то. И я с таким серьезным лицом сижу, и потом это все выдаю. И я подумал, да не, ну вообще как бы не серьезно, а я всего лишь блогер. То есть если бы я подобное делал, то еще можно было бы как-то объяснить. Практически никакой ответственности блогер. А тут государственный чиновник российский, глава региона, человек, о котором на полном серьезе говорят, что а вот, а есть ли вот возможность, что он займет место Путина в Кремле? Вот, вы представляете, на полном серьезе задают такие вопросы украинские журналисты. На каких-то серьезных шахтах это обсуждается, в каких-то эфирах. А вот может быть это, значит, приемник Путина? Возможно ли такое, что россияне проголосуют за Кадырова? Вот на полном серьезе идут эти разговоры. И тут, на тебе, мы видим, понимаем сущность этого человека, этих людей, их уровень. На самом деле, я, конечно, был бы рад, если бы Кадыров снимал скетчи. Снимался бы вот в этих шуточных вайнах всяких. На самом деле, он не первый раз это уже делает. Он со всякими там вайнерами забыл, как их уже зовут. Помните, их привозили в Грозный, он с ними там тоже отыгрывал, в их каких-то вайнах снимался. Если бы он занимался бы вот этим профессионально, снимал бы вайны, скетчи, ввел бы там какой-то сквозблог, а не убивал людей, не мучил людей, мы были бы только рады. Проблема вся в том, что этим занимается человек, наделенный неимовенной властью в рамках, как минимум, региона. И у этого человека вот такой уровень, уровень его развитости, его интеллекта, его способностей, в конце и до концов. Вот это на самом деле абсолютно не смешно. Это вещи, которые не радуют. Потому что этот человек, вот этот вот закомплексованный, какой-то не выросший еще из... Издали не то, что из юношеского, какого-то подросткового возраста, не вышедший еще человек. Его наделили властью, дали ему там и деньги, и ресурсы, и все, что необходимо. И его даже не обременяют какими-то рамками российского закона, российской конституции от него не требуют, чтобы она территории, разумеется, этого региона, отданного ему, чтобы на этой территории он даже в рамках этой конституции действовал. Какие-то формальности, может быть, там из Кремля ему позвонят, скажут, типа держись, придерживайся формальности, но не более того. То есть никто его не накажет за то, что он отдаст приказ о убийстве какого-то человека, отдаст приказ о том, чтобы ему подбросили наркотики, там посадили в тюрьму правозащитника или какого-нибудь общественного деятеля. Отдаст приказ его пытать, его будут пытать, он погибнет, ничего страшного, Кремль его за это не будет никак наказывать. Вот это вот, на самом деле, это страшно. Это не то, что не смешно, это страшно. Страшно, что такой человек, который должен был в лучшем случае снимать вайны, где-то в ТикТоке, там, в Инстаграме, и мы должны были просто смотреть эти ролики, ну и кому нравится, тот бы подписывался, сменялся бы над этим, кто-то просто пришел бы мимо. Ведь это уровень, вот здесь есть один украинский такой блогер-пародист, я натыкаюсь на него в Ютубе, вот он снимает, он, кстати, недавно снял такую пародию на Кадырова, на то, как он постоянно говорит, да он, да он. И, ну, кому-то это интересно, да, кому-то смешно. Но этот вайнер, этот пародист, блогер, он не президент Украины, он даже не губернатор какой-нибудь области в Украине, понимаете, он просто пародист. Он просто снимает, просто делает смешно. Кому нравится, тот смеется, смотрит, кому не нравится, просто прошел мимо. От этого человека ничего не зависит, судьба ничего не понимает. Вот это вот, вот это уровень Кадырова, который, как бы, это то, чем он должен был заниматься. Но здесь этот человек, снимающий скетчи и лайны, он еще и решает судьбы. И это очень плохо и страшно. Конечно, понятно, что ни Зеленский, никто из серьезных людей на это никак реагировать не будет. Кадыров будет снимать скетчи про Зеленского, а Зеленский будет встречаться с мировыми лидерами. Зеленский это человек, который сегодня уважаем в этом мире с мировыми лидерами. Конечно, он не будет на эти вещи реагировать и правильно сделает. Саламу алейкум. Если вдруг на нас нападет, например, Швеция или США, оккупируют наши земли, будут пытать и убивать нас, но разрешат нам молиться и строить мечети, война против них это не газоват? Алейкум ассаляму амбуталлах. Это вопрос ко мне. Какая разница, кто на нас нападет? Если кто-то на нас нападает, он является врагом. И защищаться от этого врага является, безусловно, обязанностью, священной войной для каждого, кто в состоянии вести эту войну. Оборонительная война это не тот вопрос, с которым есть какие-то там поблажки и так далее. Если ты можешь обороняться, ты должен, обязан обороняться. И не важно, кто на тебя нападает. Если этот вопрос связан с тем, что была бы такая же реакция, типа, если бы это была не Россия, а какая-то другая, конечно, была бы. Конечно, была бы. Кем бы эта страна ни была, если она нападает, если она пришла для того, чтобы убивать твоих граждан, чтобы сделать их своими гражданами, чтобы оккупировать ту территорию, конечно, безусловно, с этой страной, с этой армией нужно сражаться. Но, напоминаю, на нас никогда не нападал никто, кроме России. У нас пока на протяжении 400 лет не было проблем ни с одной страной, ни с одной армией этого мира, кроме как с российской. Нас убивали, нас бомбили, наши города, села стирали с лица земли. Российская армия это делала. Никакая иная. Саламу алейкум, Томсо. Как ты относишься к Каддафи, Саддаму Хусейну и Башару Асаду? Почему персидские монархи развивают свою страну, а Сирия, Иран и Ирак бедные? Алейкум ассалам. К этим трем людям, которых ты назвал, я к ним отношусь отрицательно, как к диктаторам. Почему персидские монархи развиваются и страны Ассирия, Иран и Ирак бедные? Иран находится под очень серьезными санкциями на протяжении лет 40, поэтому там и возможностей для развития у них не особо много. А что касается остальных, где-то идет война полным ходом, где-то война как таковая закончилась, но поствоенные процессы идут по этому. По-моему, это очевидно, почему там сегодня нет никакой развитости. Хотя я, честно говоря, персидские монархи особо развитыми не назвал бы. Субтитры создавал DimaTorzok